Против реконструкции библейских событий выступила одесская епархия в лице митрополита Агафангела. В своем обращении к мэру он назвал акцию кощунственной и просил принять меры. Руководство города, в свою очередь, обратилось в окружной админсуд, однако тот не увидел в постановке ничего противозаконного и отклонил иск. Хотя перенести место действа пришлось от изначально запланированной площади возле археологического музея сквер имени Гамова. Это приобщение к культуре. Люди должны знать, что происходило. И когда человек вливается в роль, как я, например, родился, то совершенно с этой позиции ты по-другому смотришь на историю. Это впервые, именно первое столетие. Это уникально. Началось представление с того, что разбойник Варава подрался с римскими легионерами на рынке и был схвачен. Преступника привели к прокуратору у Иудея Понтию Пилату вместе с Иисусом. Здесь же и состоялось судебное разбирательство, по которому Христа признали виновным, а разбойника отпустили на свободу. После этого реконструкторы показали сцену, где Сын Божий несет свой крест в Голгофе под оскорбление и проклятие. Сам эпизод казни организаторы решили не показывать. Мне нравится, впадает. Все очень красиво, интересно. Важно понимать всему суть христианства и что сделал Христ Христос. Событие, которое сегодня реконструировали, произошло на день Еврейской Пасхи. Реконструкция оканчивается видением Иисуса на символическую Голгофу для распятия. Дарья Седоровская, Сергей Самойлов, Новая Одесса.